В ночь на 6 июля Мета запустила приложение Трэдс. Ну как я мог пройти Метю? Сразу скажу, настроен был скептически, но есть один пункт, который резко изменил мое отношение к Трэдсу. Не то чтобы скепсис пропал, но появилась серьезная надежда. Однако обо всем по порядку. Сначала скепсис. Выход на рынок такой же, как у Клабхаус. Потанцуйте с бубнами, чтобы нас скачать и установить. Ты с самого начала должен мучиться и понимать, кто здесь главный. Я тогда сразу сказал, что Клабхаус не полетит. Пока еще был дикий хайп. Пересмотрите мои скринкасты. Тут тоже самое. Есть под Android и iOS, но с ограничением для жителей Европы. То есть он просто говорит в Google Play, в вашей стране нельзя. Пробовал российский VPN, тоже нельзя. Хотя вроде пишут, что можно. При этом скачать можно, пользоваться нельзя. Мета в России заблокирована. Окей, нашел VPN с американскими серверами. Приложение появилось, скачалось. Имейте в виду, уже есть подделки, качайте то, у которого больше миллиона скачиваний. И еще Google Play даже с VPN отказывался показывать Трэдс, если вы его уже искали. Поменял аккаунт в Google, приложение появилось. Ну в общем, в итоге заработало, хотя и вылетало уже пару раз. Значит для авторизации используется аккаунт, инстаграм. Теплица, кстати, тут уже есть. Интересно. Леша, наверное, бежит впереди паровоза. И вот она, собственно, та бомба, о которой я говорил. Fediverse. Федерация. В принципе, сейчас Мета – это империя с темным властелином во главе. А Федерация – это сила сопротивления. Повстанцы. Последний оплот свободы во вселенной. И Трэдс сейчас заявляет, что он будет поддерживать протокол ActivityPub, на котором работает Fediverse. Мастодон, к слову, это одна из сетей Федерации. Долго, в общем, объяснять. Подробнее в серии скринкастов про Федерацию. Ссылка в описании. Посмотрите, сразу станет понятно, что произошло вчера ночью. Но это еще надо посмотреть. Это они обещают, что будет поддерживаться ActivityPub. А как? На каких условиях? Мне что-то не верится. Ну да ладно. Ну а сам Трэдс, в принципе, действительно обычный твиттер. Лента новостей. Далее поиск по участникам. Написать историю. Заявлено как ветка. Либо потому, что сразу мыслится как трэд. Либо ветка – это ваши сообщения и комментарии. Далее действие. Странно, 4 часа назад, говорит, подписался на меня человек. А я аккаунт завел 20 минут назад. Это, наверное, рудименты Инстаграма. Я туда вообще не заходил. Ну ладно. Подпишемся. Кстати, официально заявляю, что в течение недели буду подписываться на всех, кто будет подписываться на меня. При этом не обещаю, что буду пользоваться этой сетью. Еще раз, будем посмотреть. Цукербергу я не доверяю. И трэдс, кстати, не рекламирую. Пока все на уровне надежды. Так, ответы, напоминания и последняя закладка – профиль. Редактировать профиль. Фото можно подтянуть из Инстаграм. Да, можно. И поделиться профилем. Чего он, интересно, отправит. Ага, ссылка. Кстати, да, приложения под ПК нет. Если перейти по ссылке, он скажет, что страницы не существует. Для меня это сразу минус сто пятьсот в карму. Хотя бы из-под браузера. Но че вот они. Возможно, делали в спешке, глядя на новое введение маска и понимая, что Твиттеру осталось недолго. И приложение вскоре появится. Ну, и, собственно, все. По сообщению можно скрыть пользователя, скрыть сообщение, заблокировать и даже пожаловаться. Можно поставить лайк. Варламова я бы не ставил, но он первый подвернулся. Написать комментарий, поделиться, то есть сделать репост или процитировать. И поделиться или копировать ссылку на пост. Ну, в общем, стандартно. И, собственно, вот сам пост. Ну, тут тоже самое. Так, ну и давайте чего-нибудь напишем. Интересно же. Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою своей на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес «Асса». Так, можно прикрепить фотографию. Похоже, только из галереи. И настройки конфиденциальности. Кто угодно. Те, на кого вы подписаны и только упомянутые. Ну, нормально, в принципе. Нормально. Все. Теперь я есть в Трэдс. Ну, что можно сказать. Либо вчера ночью свершилась революция и империя пала. Либо это очень ловкий и подлый рекламный ход и через 10 лет в Трэдс все также будут писать «Мы планируем поддержку протокола ActivityPub». Если второе, то будь ты проклят, Марк Цукерберг. Запомните этот твит. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Валоломов и Теплица социальных технологий.